Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Время 11.35, начнем нашу работу. Тридцать девятая сессия городского совета. В этом зале мы собираем детей, родителей, представителей общественности и организаций для того, чтобы сказать еще раз спасибо за их активное участие в различных конкурсах. Награждение лучших школьников Десногорска. Правильно судимы? Нет. Привлекались? Нет. В областном центре пойман карманник. Жители сказочного королевства, а жители сказочного королевства, слушайте, да не говорите потом, что вы не слышали. Премьера спектакля «Золушка» в четвертой школе. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Десногорской администрации прошла очередная 39-я сессия городского совета. Какие вопросы были рассмотрены депутатами и какие решения приняты, расскажем в нашем сюжете. На повестке дня было 10 вопросов. Все они касались социальных, экономических и общественных сторон жизни нашего города. В зале заседания городского совета не было свободных мест, так как сегодня депутаты должны были решить, кто будет главой муниципального образования города Десногорск следующие пять лет. Избрание главы имеет определенную законным процедуру. Первым прочитал свой доклад председатель конкурсной комиссии, представитель администрации области. По результатам проведения первого и второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования города Десногорск решением конкурсной комиссии было принято решение представить Десногорскому городскому совету для избрания на должность главы муниципального образования города Десногорск. В Смоленской области следующий кандидат в полуповидном порядке – это Оленников Андрей Николаевич, Новиков Иван Владимирович и Шубин Андрей Николаевич. Согласно регламенту, каждому кандидату было предоставлено время для представления своей кандидатуры. В своих докладах претенденты на должность ознакомили депутатов с выборными программами и ответили на все вопросы. Для проведения тайного голосования была создана счетная комиссия, которая провела всю процедуру избрания главы в соответствии с законодательством и уставом города. Каждый депутат получил бюллетень определенного образца. Согласно правилам тайного голосования, они за ширмой заполнили бланки и опустили их в урну. После вскрытия ящика счетная комиссия огласила результаты голосования. Результаты голосования – Оленников Андрей Николаевич за 0, Новиков Иван Владимирович за 1, Шубин Андрей Николаевич за 12 голосов. Решением Десногорского городского совета Андрей Николаевич Шубин избран главой муниципального образования город Десногорск. Перед общественностью города и депутатами он произнес клятву. Коллеги поздравили его с победой. После заседания Андрей Николаевич встретился с журналистами и ответил на несколько вопросов. Приоритет – это люди, это граждане, потому что по-другому нельзя. И надеюсь, что единой командой мы те вопросы, проблемы будем решать. В своем новом кабинете Андрей Николаевич получил личное поздравление и напутствие от депутата Смоленской областной думы Михаила Васильевича Лосенко. Благоустройство дворов и парков возьмут под жесткий контроль. Формирование комфортной городской среды обсудили в администрации области. Указом губернатора создана межведомственная комиссия по обеспечению реализации этого приоритетного проекта на Смоленщине. До 25 мая муниципальные образования должны утвердить программы благоустройства. В противном случае средства будут перераспределены. В Смоленске прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, которые обучаются по профильным направлениям защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Олимпиада призвана не только оценить уровень знаний студентов, но и привлечь к их подготовке руководителей и специалистов различных организаций и ведомств, деятельность которых связана с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 23 марта депутатская приемная в здании администрации была отдана в распоряжение юных десногорцев. Здесь состоялось награждение победителей, призеров и участников городских, областных и всероссийских конкурсов. Кто и какие награды получил, расскажем в нашем сюжете. Церемонию награждения провела председатель комитета по образованию Римма Овечкина. Первыми наградили победителей ежегодного всероссийского конкурса наследники Юрия Гагарина, участие в котором стало доброй традицией для наших детей. В муниципальном этапе этого конкурса участвовали 56 учащихся. 12 лучших в номинациях – детский рисунок, сочинение эссе, стихотворение о космосе, моделирование. Получили грамоты и подарки из рук заместителя председателя правкома Смоленской АЭС Игоря Хомякова и председателя ОМОС АЭС Григория Шахмут. Я желаю тем, кто победил на муниципальном этапе, также побеждать и дальше в областных и во всероссийском конкурсе. А тем, кто в этот раз не победил, не опускать руки, так как вы, может быть, космонавтами вы и не станете, но уж творческими людьми вы уже стали, и это уже хорошо. Межмуниципальный этап областного конкурса детского творчества «Останови огонь» проходил в Рославле. Ребята представили на суд жюри более 300 поделок и рисунков. Победителей наградил председатель Совета Рославльского местного отделения ВДПО Андрей Олейников. Среди лучших не только одаренные дети Десногорска, но и коллективы семи детских садов и трёх школ города. Право вручить почётные грамоты и подарки победителям и участникам муниципального этапа областного конкурса рисунков «Спасибо тем, кто жизнь спасает» было предоставлено заместителю начальника медсанчасти 135 Лидии Штаней и заведующей стоматологическим отделением Екатерине Власовой. Мы были очень рады и тронуты тем, что такой конкурс вообще состоялся. Состоялся он в первые. Было представлено много удивительных, замечательных рисунков, которые показывали, что дети знают и понимают, какая сложная и ответственная работа врача, медицинской сестры. Шестой раз в марте прошёл городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняли участие 15 школьников 6-10 классов. Дипломы всем участникам конкурса вручил исполняющий обязанности главы Десногорска Сергей Тощев. С ответным словом от конкурсантов выступила Ульяна Пасынкова, занявшая первое место в номинации моделирования конкурса «Наследники Юрия Гагарина». А учащиеся второй школы исполнили гимн юных гагаринцев. «Над легендами, над победами, над землёю к мечте мы летим. Будем первыми, будьем первыми, мы гагаринцы, мы победим». Десногорск гордится победителями и возлагает на них большие надежды. Быть им врачами, учителями, инженерами, спасателями, учёными. Более 300 смолян 23 марта сдавали ЕГЭ по географии и информатике. В этот день стартовал досрочный этап единого госэкзамена. За прохождением экзаменов можно будет наблюдать онлайн. Планируется, что всего в тестировании в 2017 году примут участие 3645 смолян. Блок криминальных новостей. В Смоленской области вновь появились поддельные деньги. Как сообщает региональная пресс-служба УМВД, обнаружены четыре денежные купюры номиналом 1 тысяча рублей и одна купюра номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. В Ельнинском районе двое местных жителей нарубили ёлок на 78 тысяч рублей. Злоумышленники вывезли древесину из лесного массива и планировали её продать. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Смоленские полицейские задержали подозреваемых в совершении карманной кражи. Подробности далее. В управление МВД поступила информация, что на остановках общественного транспорта Смоленска промышляют карманники. Уголовным розыском был разработан план, в результате реализации которого оперативники с поличным задержали двух подозреваемых в момент совершения кражи. Задержанными оказались местные жители 1978 и 1980 годов рождения. В настоящее время в отношении подозреваемых отделом номер 2 Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 21 марта сапёры пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны, которые были найдены в деревне Новое Сорокаренье Рославльского района. В пресс-службе Главного управления регионального МЧС напоминают, что найденные боеприпасы нельзя переносить, разбирать, бросать в костёр или сдавать в металлолом. В Смоленском госуниверситете прошла 24-я Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. На интеллектуальное состязание приехали 173 ученика из 40 регионов страны. Старт олимпиаде был дан прямо из космоса. Члены 50-й экспедиции на борту МКС записали на путствие её участникам. Сказка – это волшебный мир, в который автор погружает нас, чтобы показать, что лучше быть добрым, честным и справедливым. Эти ценности юным десногорцам в 4-й школе прививают при помощи произведения Шарля Перро «Золушка». Первый показ постановки состоялся в минувший четверг. На премьере побывала наша съёмочная группа. Волшебный мир сказки всегда завораживает. Именно впечатление от услышанного и очень яркого увиденного остаётся у ребёнка на всю жизнь. Поэтому педагоги школы номер 4 решили вместе с волонтёрами воспитывать доброту у маленьких школьников через сказку. Идея возникла у волонтёров отряда «Горящие сердца». Работа над спектаклем шла полтора месяца. Ребята сами готовили костюмы, декорации. Мы очень любим работать с детьми. Эта сказка, можно сказать, о любви, которая погружает нас в мир волшебства и грёз. Это прекрасный пример детям, что только за усердие, за хорошее отношение к окружающему миру и людям можно получить такой подарок судьбы. Премьера сказки удалась. Все присутствующие маленькие зрители наблюдали за происходящим на сцене с большим удовольствием и с азартом отгадывали загадки и выполняли задания, пока актёры меняли на сцене декорации. О спорте. Смоленск впервые принимает чемпионат России по любительскому сумо. Сотни спортсменов из 18 регионов соревнуются за право представлять страну на международной арене. На соревнованиях разыгрываются десятки комплектов наград. Их обладатели в составе национальной сборной России в апреле отправятся в Тбилиси на чемпионат Европы. И в заключении наша афиша. 25 марта на аэродроме Смоленск-Северный состоится авиашоу с участием лётчиков легендарной группы «Соколы России», боевых самолётов фронтовой авиации и заслуженных спортсменов-парашютистов. Начало праздника в 11 часов. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова